Здравствуйте! В прямом эфире вы смотрите вечерний выпуск информационной программы «Факты» на телеканале «Кубань-24». Далее расскажем о главных событиях этого дня. Сразу вот тут строители, которые работают, подошли, помогли достать людей. Ничего не слышу, ничего не вижу, а вот объясниться придется. Иномарка протаранила машину скорой помощи в Краснодаре. Вместо одного пациента на больничных койках оказалось семеро человек. Деньги в образование и медицину кубанские парламентарии внесли существенные изменения в бюджет края. Огромный павильон, все грантно, удобно расположено, то есть ну просто супер. Они знают толк и в кирпичах, и в удачных планировках. Компании со всей страны и зарубежья собрались в Краснодаре, чтобы обсудить последние разработки в стройиндустрии. Матрешка, которая похожа на Микки Мауса. Слияние культур в одном из краснодарских скверов. За один день выросли березы, из которых не выпьешь сока и шума листвы не услышишь. Как давно обратили внимание на это целом? Ну, до преступления дней, ну, за пять за неделю. Хотели безбедную жизнь, а получат тюремный срок. Всевидящее око разоблачило краснодарских грабителей и вынудило явиться с повинной. Начнем выпуск с жуткого ДТП в центре Краснодара. А там после столкновения с иномаркой перевернулась машина скорой помощи. В этот момент она везла в больницу больного ребенка, которого сопровождала мать. Была включена сирена и проблесковые маячки, но, видимо, на эти сигналы не обратил внимание водитель иномарки. Эти кадры с пересечения улиц Дзержинского и Стахановской облетели сегодня многие СМИ. Удар был такой силы, что отбросил медицинский транспорт на 10 метров. Неотложка вылетела с дороги и опрокинулась на бок. Выхожу и как бы вижу, что уже газель лежит. То есть я как бы сначала немного испугался. Сразу вот тут строители, которые работают, подошли, помогли достать людей. Сразу открыли капот, чтобы аккумулятор отключить, чтобы, если что, вдруг ничего не случилось. За рулем иномарки была женщина. По словам очевидцев, она превысила скорость. В итоге помощь на месте пришлось оказывать практически всем участникам ДТП. Пять из автомобиля скорой помощи, трое медиков и родительница с 11-месячным ребенком. И двое из иномарки. Женщина с ребенком в возрасте двух с половиной лет. Позже семь человек были доставлены в больницу. Их жизни уже ничего не угрожает. У шестерых пострадавших диагностировано сотрясение мозга и ушибы. Расходная часть бюджета Кубани на ближайшие три года увеличится на 27 миллиардов рублей. За изменения в главный финансовый документ края сегодня в первом чтении единогласно проголосовали кубанские парламентарии. В работе заседания сессии ЗСК принял участие Вениамин Кондрасев. Большая часть из краевой казны будет направлена на развитие медицины и образования. Яна Бузычкина расскажет подробнее. От изменений в градостроительном кодексе края до дополнительных мер социальной поддержки. На повестке кубанских депутатов сегодня 40 вопросов. Но, пожалуй, самый основной из них – поправки в расходную часть бюджета на три года. Краевая казна пополнится на 27 миллиардов рублей. И большая часть из них будет ориентирована на социальную сферу. Прежде всего, это сделано для того, чтобы Кубань оставалась регионом стабильным и развивающимся. Жители края должны чувствовать улучшение качества жизни. Сегодня отметил губернатор. Социальные пособия, льготы, мы сегодня их где-то увеличиваем, наращиваем. А ведь наша стратегическая задача сделать так, чтобы люди не нуждались ни в льготах, ни в социальных пособиях. Вот что сегодня нужно сделать. А значит, мы еще сильнее должны модернизировать нашу экономику, сильнее наращивать темпы, в том числе и промышленности, создания предприятий, количество рабочих мест, повышать уровень зарплаты. Вот что сегодня важно. А, конечно, и дальше мы должны еще больше здесь работать для того, чтобы все-таки экономика в первую очередь развивалась очень ударными темпами в нашем крае. Это все зависит от наших приоритетов. Основные средства краевого бюджета уже распределены. Под каждое направление утверждена своя сумма. Как отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, это позволит вовремя проводить ведомством конкурсные процедуры. А значит, уже в апреле депутаты смогут подвести итоги реализации государственных программ. Для экономики Кубани, для отраслей, министерства, департаменты, для них все понятно, какие суммы, есть возможность проведить конкурсные процедуры. Никаких препятственных действий, так сказать, нет. Все условия созданы на сегодняшний день. В первую очередь дополнительные деньги пойдут на ремонт и оборудование поликлиникой фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено около 600 миллионов рублей. Особое внимание краевые власти уделяют станицам и поселениям. Благодаря финансированию там появятся новые амбулатории и офисы врача общей практики. Качественная медицинская помощь должна стать доступной даже в самых отдаленных уголках края, уверен губернатор. Долгожданный проект строительства второй очереди краевой клинической больницы номер один, чтобы у ведущего лечебного учреждения региона появился новый корпус. Выделят более 6 миллиардов рублей. Его планируют завершить в течение четырех лет. Вот сейчас депутаты проголосовали за огромные поправки. И я могу просто там вот, я не знаю, с искренней радостью сказать, что столько лет ожидавшая реконструкции наша первая краевая клиническая больница имени профессора Чаповского наконец получает деньги. Не там федеральные, не совместно с федерацией, а деньги краевого бюджета. Это, как сказал губернатор, целый медицинский город появится новый. Эта реконструкция разбита на пять этапов. Финансирование увеличивает и по ряду масштабных проектов в образовании. В регионе возведут сразу две школы для одаренных детей в Краснодаре и в Сочи. Туда будут принимать талантливых учеников со всего края. Новое здание построят для казачьего кадетского корпуса имени Бабыча. На это выделили чуть больше полутора миллиардов рублей. Сейчас учебное заведение арендует бывший детский сад. Казачатам требуется новое, современное и комфортное помещение. Всего же в этом году на строительство и реконструкцию школ, а также детских садов из краевой казны направят 8 миллиардов рублей. Это почти на полтора миллиарда больше, чем в 2018-м. В Сочи, под Сириусом будет, в Краснодаре, под Кубанским университетом, это школа умников и умниц. Детский корпус имени Бабича, современнейший корпус, такие же там мальчишки будут. Если мы хотим, чтобы они были успешными, и мы были успешными, и край был успешным, должны научиться не просто отвечать на вопросы программы школьной, они должны научиться мыслить, мыслить и принимать решения в условиях неопределенности. Вот это должна быть способность, которая должна формироваться как раз в 7, 8, 10, 15 лет. Мыслить и принимать решения. Такая молодежь у нас есть, и такую молодежь мы должны сформировать. А для этого должны создать условия. Создавать эти селекционные станции ума. Не забыли и о физическом воспитании. На создание спортивных залов в небольших населенных пунктах направят около 350 миллионов рублей. Особое внимание уделили развитию самбо, ведь это не просто вид единоборств, а целая система воспитания молодого поколения, отметил глава региона. Для занятия этим видом спорта в крае планируют построить 10 спортивных залов. Бюджет крайне напряженный. Но эта напряженность позволяет более четко и оперативно работать и исполнительным органам власти, и законодательному собранию, и муниципальным образованием в целях пополнения доходов и соответственно увеличения расходов по самым важным направлениям. Несмотря на социальную направленность бюджета, деньги направят и в реальный сектор экономики. Фонд микрофинансирования увеличится на 500 миллионов рублей и составит полтора миллиарда. Таким образом, краевой фонд станет первым по объему в стране. Фонд микрофинансирования края, благодаря уже принятому вами решению, становится полнее на 500 миллионов рублей. И общая сумма фонда микрофинансирования края – полтора миллиарда. Полтора миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости номер один среди других субъектов федерации. По наполняемости полтора миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования. А совсем другой процент от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона. И они, конечно, еще наращивают собственную экономику. И количество малого и среднего бизнеса у нас растет. Увеличится и финансирование дорожного фонда края – 32 миллиарда рублей. На ремонт существующих дорог и строительство новых, а также приобретение необходимой техники. Вениамин Кондратьев отметил, такая беспрецедентная поддержка транспортной сферы повлияет на развитие экономики Кубани в целом. Дорожный фон – 32 миллиарда. 32 миллиарда, коллеги. Опять-таки, тут только одна просьба – контроль. Потому что транспортная инфраструктура – это, конечно, развитие ее, это развитие, в том числе, экономическое. Транспортная артерия – это артерия, по которой мы можем с вами, опять-таки, наращивать темпы экономического роста. Но тогда должна появляться эта транспортная артерия, новая. Не контроль показателей, контроль, как средства сегодня уже расходуются, а как бы контроль в поле, как говорится. То есть конкретно выезжайте, прям как депутатских комиссий, создавайте, выезжайте на место, смотрите конкретно качество дорог, то, что на самом деле делается там, на земле, где люди живут. Сверяйте вот эти вот отчетности, эти показатели, которые, с реальностью, что реально происходит. Поправки, которые сегодня внесли депутаты, позволяют назвать главный финансовый документ края бюджетом развития. И важно, чтобы средства пошли на улучшение качества жизни кубанцев. И в первую очередь эти изменения на себе должны почувствовать именно жители края. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Виктор Чаусов. Кубань-24, Краснодар. На сессии Краевого парламента депутаты в первом чтении поддержали инициативу губернатора Кубани о внесении изменений в региональный градостроительный кодекс. Поправки предусматривают ограничение застройки в прибрежной зоне. Предполагается, что как минимум в 300-метровой полосе от моря будет запрещено возведение жилых многоэтажных домов. Зеленый свет только санаторием, пансионатом и отелем. Все это должно повысить привлекательность кубанских курортов, уверен губернатор края. У нас должны быть и территории развития. Получается так, что территории развития в курортах. Самих курортов не остается. Это целиком зависит от нас. Либо спальный район, либо курорты. Еще раз подчеркиваю, основания создания даже конкуренции мы сегодня не обеспечиваем, потому что не может конкурировать строительный бизнес и отели, санатории, и гостиницы. Потому что окупаемость абсолютно разная. Поэтому здесь мы должны помочь, если мы хотим видеть наши курорты курортными, в будущем помочь им остаться курортными. И в будущем тоже состояться как курорты мирового уровня. Мы должны четко подойти с прозрачными правилами. Сколько можно, а сколько нельзя. Где можно, а где нельзя. И потом правила землепользования застройки, генпланы этих курортных городов надо быстро, жестко потребовать, подогнать под наш закон. В втором чтении депутаты Заксобрания обсудят детали поправок, в частности об увеличении прибрежной зоны, где нельзя строить жилые многоэтажные дома до 500 метров от моря. Проблема актуальная. Во многих курортных городах здания буквально нависают над пляжами. Законопроект станет определенной страховкой от появления новых самостроев. На сессии говорили и о переходе на цифровое телерадиовещание. Краевые депутаты одобрили законопроект о социальной поддержке малоимущих жителей Кубани. Из краевого бюджета им компенсируют затраты на приобретение цифровой приставки. Но в нашем регионе из-за горного рельефа устойчивого цифрового телесигнала не будет в 200 населенных пунктах. Их жителям придется воспользоваться спутниковой тарелкой. За краевой счет им компенсируют затраты на покупку такого оборудования. Таким правом могут воспользоваться малоимущие семьи и одинокие пенсионеры с достатком ниже прожиточного минимума. Таких людей в крае достаточно много. Порядка 79 тысяч. Тем более, что вне этой зоны покрытия проживает в населенных пунктах около 2000 семей. Вот те, которые будут до 4500 получать. И на все эти цели из краевого бюджета сегодня в соответствии с законом будет выделено 89,7 миллиона рублей. Уже с 3 июня в нашем крае, как и в большинстве регионов России, федеральные каналы будут транслироваться только в цифре. К этому времени телезрители должны подготовиться и приобрести необходимое оборудование. Телевизор, который поддерживает цифровой формат или приставку. Как создать современный мегаполис и сохранить памятники истории в Краснодаре? Эта тема сегодня стала главной на Конгрессе ведущих архитекторов России и Европы. Он проходит в рамках выставки «Югбилд», которая открылась в краевой столице. Это крупнейший форум строительной отрасли в стране. Специалисты не только представляют новые технологии, но и обсуждают проблемы современного градостроительства и лучшие мировые практики в этом направлении. Очень интересные предложения по реновации центральной части Краснодара. И вообще очень большая деловая программа. Конференции, круглые столы, мастер-классы. Добро пожаловать! Это всегда праздник. И в первую очередь это праздник общения между архитекторами, проектировщиками, производителями, строительными материалами. И в данный момент чувствуешь себя гордо и чувствуешь единичкой большого сообщества. Конгресс архитекторов будет проходить еще три дня. В обсуждении участвуют краснодарские студенты и преподаватели вузов. Всего в выставке «Югбилд» принимает участие 260 российских и зарубежных компаний. Они знакомят специалистов с современными материалами и технологиями. От строительства фундамента до отделки и дизайна. На стендах можно получить консультации и узнать о последних новинках. Выставка «Югбилд» – это центральная флагманская выставка Южного округа. Для нас участие в ней интересно, потому что это возможность контакта с потребителем, причем как с частным клиентом, как с корпоративным, получить какую-то обратную связь по нашей продукции, узнать, чем сегодня живет потребитель. Замечательно организовано, огромный павильон, все грантно, удобно расположено, просто супер. Сегодня первый день выставки, ждем потока наших любимых клиентов. Экспозиция выставки занимает два павильона. В них представлены строительные и отделочные материалы, инструменты и техника, фасады и кровля, инженерное оборудование, сантехника, напольное покрытие. В рамках деловой программы проходит фестиваль «Дни архитектуры», форум дизайнеров и архитекторов конференции. Работать выставка будет до 2 марта. Продолжение темы строительства, но уже немного с творческим уклоном. В Краснодаре сегодня открылся новый арт-объект, называется он «Столпы». Конструкцию установили на территории Вишняковского сквера. Композиция одновременно похожа на знаменитый «Стоунхендж» и «Стрит-арт Бэнкси». А на самом деле это металлические башни, изображающие русские березы. Автор инсталляции Виктор Линский. Его проект был отобран по результатам открытого конкурса по благоустройству краевой столицы. Алина Сорокина о том, что вдохновило мастера. Матрешка, которая похожа на Микки Мауса. То есть это как интеграция в мировую какую-то культуру, глобализация. Слияние культуры и истории – одна из главных идей инсталляции. Металлические березы расположены по принципу японского сада камней. Можно показаться, что конструкции установлены хаотично, но нет. Как и стране восходящего солнца, здесь присутствует глубокий смысл и философский контекст. Почему именно сад камней? Потому что все-таки мы находимся между Европой и Азией. И поэтому для меня эти, так скажем, березы – это нечто чужеродное вроде бы, что просто сквозь вот эту вот материю вроде бы как бы азиатской культуры и становится чем-то инородным. Типичный для берез черно-белый рисунок создают маленькие изображения. Это балалайки, матрешки, бутылки, ракеты и самолеты. Словом, символы, по которым Россию знают за границей. Здесь также присутствуют, как я их называю, битые файлы или битые пиксели. То есть это скрипка и гитара. То есть скрипка – это как отсылка к нашей русской классике в музыке. То есть у нас много композиторов известных. А гитара – это, конечно, Цой и Высоцкий. Арт-объект очень удачно расположен. Ее видно из общественного транспорта и автомобилей. Горожанам инсталляция пришлась по вкусу. Красиво очень. Мне очень нравится. Хоть что-то есть. Лично мое мнение, мне понравилось. Это смелый шаг. И я желаю Краснодару побольше различных экспериментов. По-моему, очень хорошо вписывается. Достаточно нормально отношусь. Наверное, нужно побольше таких современных арт-объектов, современного искусства внести в наш город. А подобных конструкций точно будет больше. В ближайшее время на набережной в юбилейном микрорайоне поставят, так сказать, финальную точку. Это очень интересная концепция. Она совпала как раз с идеей администрации объединить все прибрежные зоны в одну прогулочную. И в самом конце сквера, 80-летия Краснодарского края, будет стоять точка, которая заканчивает движение прогуливающегося по набережной человека. В Краснодаре, как и в любой мегаполисе, развивается не только инфраструктура, но и культура и архитектура. Меняется жизнь искусства, стили и принципы. И город, как зеркало, отражает в нем современные реалии с новыми объектами и стрит-артами. Алина Сорокина, Нил Ракша, Кубань-24, Краснодар. Кстати, Вишняковский сквер ждет еще одна большая реконструкция. Произойдет она в следующем году. Это так называемая вторая очередь благоустройства. Проект стал лидером народного голосования. Краснодарцы в эти выходные выбрали зеленые зоны, которые должны преобразиться в 2020 году. И уже опубликованы итоги. За зеленую зону на улице Вишняковой свои голоса отдали 38 тысяч горожан. Теперь они с нетерпением будут ждать в сквере новые красивые клумбы, детские и спортивные площадки. На второе место краснодарцы поставили бульвар Гагаринский. Он находится в фестивальном микрорайоне. По мнению 37 тысяч краснодарцев он должен быть благоустроен. Там появятся эффектная зеленая зона и прогулочные дорожки. Совсем немного от Гагаринского стал еще один бульвар – Офицерский. Находится он между улицами Рашпилевская и Дзержинского. Там установят скамейки, скульптуры, разобьют клумбы. Также в следующем году благодаря краснодарцам будет благоустроен бульвар «Школьный». Его выбрали 26 тысяч жителей Краевого центра. В шестерку проектов, которые будут реализовывать, попали и две зеленые зоны в районе Дмитриевской дамбы. Это, собственно, сквер Дмитриевский и территория около Покровских озер. За них проголосовали больше 20 тысяч краснодарцев. Отмечу, что благоустройство проведут по программе формирования комфортной городской среды. А жителям Сочи еще предстоит решить, как потратить курортный сбор 2019 года. Голосование открывается на официальном портале города. В опросе могут принять участие не только сочинцы, но и гости побережья. Они должны выбрать, что необходимо улучшить в курортной инфраструктуре. Свои голоса можно оставить до 10 марта на сайте, адрес которого сейчас на экране. Итоги опроса передадут в Краевой министерство курортов и туризма. В этом году в Сочи с помощью сбора планируют выручить больше 120 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом. Во время опроса в 2018-м жители города проголосовали за установку беседок, лавочек, урн, туалетных модулей и декоративных фотоконструкций. Все это появится в этом году. Добавлю, что в Краснодарском крае самый низкий курортный сбор в стране. Он составляет 10 рублей в сутки с человека. От уплаты налога освобождены жители региона и льготники. Это «Вечерние факты», и мы продолжаем рассказывать о главных событиях этого дня. Преодолели сотни километров ради ответов. В маленьком селе Долиновском Калининского района собрались охотники со всей Кубани, чтобы понять, от чего или по чьей вине погибли тысячи диких голубей. Клич бросили представители местного охотхозяйства, и на призыв откликнулись не только жители соседних районов, но и самых северных и южных. Падёж птицы в лесополосах Долиновского начался на прошлой неделе. Сейчас охотники, ветеринары и прокуратура ждут результатов экспертизы. Они будут со дня на день. А пока в селе строят свои версии. Обвиняя фермеров, Александра Проскурина пообщалась со всеми сторонами разгорающегося конфликта. Это не стихийный митинг, но и не рядовой сбор охотников. Люди на маленькой сельской площади хотят одного – понять, грозит ли что-то в фауне их районов. Если такое случилось в Калининском, где гарантия, что травить птицу или зверя не начнут по всей Кубани? Идёт уничтожение. Там были не только вяхери, обнаружили десяток хищных птиц. Даже, по-моему, эксперты дадут, орнитологи, по-моему, даже краснокнижные. Максим Коваленко был первым, кто обнаружил в лесополосах около Долиновского погибших птиц. Это случилось 16 февраля. Тогда же были сделаны эти фотографии. Сотни, если не тысячи тушек диких голубей охотник нашёл всего за несколько часов. Но и спустя неделю падёж не прекратился. Вяхери гибнут не так массово, как в первые дни. Но всё же. Вот, пожалуйста, абсолютно свежая птица. Вот, посмотрите. Ну, это суточный, посмотрите, он абсолютно свежий. Уже неделю сотрудники Кропоткинской краевой ветлаборатории пытаются выяснить, от чего погибли стаи вяхерей. На данный момент известно. Это не птичий гриб, не болезнь Юкасла, не паразиты. Это яды. Вот только какие до сих пор не определено. Пока молчат учёные, свои версии строят охотники. По их мнению, в массовом падеже птиц в Калининском районе виноваты фермеры. Они рассыпают на полях отравленное зерно, таким образом спасая свои угодья от мышей и ставя под угрозу жизни других зверей и птиц. Эту отраву сыпят селками, сыпят разбрасывателем удобрения, которое не закапывается ничто. Какой заяц откается от зерна дормового? По правилам отравленное зерно необходимо сыпать именно в мышиные норы. Прикапывать, не оставляя на поверхности ни одного зернышка. Только так можно исключить вероятность, что яд проглотят другие звери или птицы. Но на практике, по правилам, на полях работают не всегда. Это видео сняли охотники в станице Новомышастовска несколько лет назад. На кадрах метры земли усыпаны зерные пшеницы. Вдалеке от полей, от автомобильных дорог. Это схрон, уверены охотники, и крайне опасный. Обнаружили пшеницу. Предположительно, пшеница травленная. Лежит на открытом месте, доступная для зайца, голубя. На поле Люцерны, около лесополосы, где было больше всего погибших голубей, 16 февраля, есть мышиные норы. Их показывает главный агроном племзавода. Это предприятие выращивает бобовые, на соседних полях злаковые. Но место преступления не здесь, уверяет агроном. Вот жилая норка. Вот видите, туда потянуло траву. Вот жилая норка. И это небольшое количество? Это не превышает порох вредоносности. Предел 50 норок больше, их здесь и нету, такого количества. Поэтому мы ни в 2018, ни в 2019, мы вообще не работали. Этот год как бы не мышиный. К расследованию гибели голубей уже подключились районные власти и краевая прокуратура. На связи с сотрудниками лаборатории и местная ветеринария. Есть подозрение, что часть азотистыми удобрениями, только где они это съели? Нитраты, нитриты. Отравление идет, они рассасываются в желудке. Смерть не моментальна. И там при обходе, при осмотре, видно было, что уже были высохшие такие, ну разодраны и так далее. Есть свежие, есть даже вообще, он сидит как бы еще живой, но уже и не живой. Постепенно смерть наступает. И все же это лишь предположение. Пока нет окончательного заключения экспертизы, нет и виновных. В лесополосах около села Долиновского уже не так много тушек птиц и следов пиршества хищников. И охотники боятся, что волна смертельных отравлений вот-вот выйдет на другую ступень пищевой цепочки. Александр Проскурин и Дмитрий Забелин, Кубань-24, Калининский район. Продолжаем выпуск. Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть ограбление на 13,5 миллионов рублей. Двое неизвестных в масках ворвались в один из ювелирных салонов Краснодара и похитили драгоценности. Во время расследования преступления оперативники просмотрели записи с камер уличного наблюдения. Автомобиль подозреваемых не смог скрыться от электронного всевидящего ока. Полиция быстро нашла машину и установила личности предполагаемых грабителей. Это жители Крымского района 26-28 лет. Они были объявлены в федеральный розыск. Однако подозреваемые, решив, что долго скрываться им не удастся, явились с повинной. Как давно обратили внимание на этот салон? Ну, до преступления дней, ну, за пять за неделю. Ну, почему именно он? На что обращали внимание? Там мало посетителей или что? Ну, немного он отшибистый, чуть-чуть дальше от остальных и, в принципе, он устраивал нас. Подозреваемые вернули часть похищенных ювелирных изделий, которые планировали сбыть в ломбардах. Также у них изъяли орудия преступления, пневматический пистолет и нож. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Как не попасть в руки мошенников и не лишиться своих денег, рассказали сегодня полицейские Кубани. Самый популярный вид обмана – телефонный звонок, в котором злоумышленник рассказывает о том, что якобы ваш родственник попал в беду, и для закрытия дела необходимо перевести некоторую сумму на счет. Еще один из популярных видов аферы – блокировка банковских карт. Обычно псевдосотрудники финансовых учреждений требуют все реквизиты карты. Сообщать их ни в коем случае нельзя. Не стоит доверять и сообщениям об одобренных кредитах, а также продажам и покупкам с предоплатой через сайты с объявлениями. Стражи порядка призывают быть внимательными. Если вы стали жертвой таких преступлений, нужно сразу обратиться в полицию. Немало ловушек расставлено и в интернете. Их постоянно изобретают охотники за нашими кошельками. Не запутаться в виртуальной паутине помогут нехитрые правила, которые расскажет Андрей Кныпа. Если не хотите проблем, не пересылайте через мессенджеры соцсетей такую информацию, как паспортные данные, номер банковской карты или пин-код. И не храните долго на почте сканы документов. Удаляйте сразу после отправки или получения. А когда заходите на свою страничку в сети из чужого компьютера, не забывайте разлогиниться. Целый ряд предосторожностей связан с Wi-Fi. Под подозрением непроверенные соединения, которые не запрашивают пароль. Они могут быть уловкой мошенников, ворующих данные пользователей. Поэтому функцию автоматического подключения устройства лучше не использовать. Через общедоступный Wi-Fi в кафе или в парках не зарекомендовано заходить в онлайн-банк. В этом случае надежнее мобильный интернет. И еще эксперты советуют выключить Wi-Fi. Когда им не пользуетесь, он позволяет следить за вами сторонним организациям. Если от имени банка или магазина вы получили письмо с просьбой перейти по ссылке, чтобы, к примеру, изменить пароль, подтвердить номер банковской карты или ввести другие личные данные, знайте, что за таким сообщением стоят не банкиры, а мошенники. В целях безопасности советуют также не ограничиваться одной электронной почтой. Лучше завести три ящика для сообщений, по работе, личной переписке, развлекательных сервисов и подписок. Естественно, для них нужны разные пароли, которые не должны быть простыми. И запомните, девичья фамилия матери не подходит для запасного пароля, если указана в открытом доступе на ее страничке в соцсетях. Лучше поменяйте секретный вопрос. Прежде чем вводить данные в электронную форму, обратите внимание на адрес веб-страницы. Надежной она считается с вот таким префиксом, рядом с которым значок в виде закрытого замка. А если потерялся телефон, в котором привязана банковская карта, заблокируйте ее и сим-карту. Отдельная статья риска покупки в интернет-магазинах. Здесь ко всему нужен аналитический подход. Насколько правдоподобной выглядит низкая цена, что указано в графе «Контакты», что пишут в отзывах. Так, заказные отзывы написаны по шаблону. А вот если присутствуют критические замечания по поводу конкретных заказов, и, что немаловажно, продавец на них реагирует, это добрый признак оплачивать покупки в интернете лучше отдельной, специально заведенной для таких целей карты, и крупные суммы на ней лучше не держать. Все, что вы расскажете о себе в соцсетях, может быть использовано случайными знакомыми против вашего кошелька. Речь о высказываниях и фотографиях, по которым можно вычислить ваш достаток, адрес, распоряд огня, узнать о длительном отсутствии дома. С помощью меню настройки или параметры лучше ограничить круг пользователей, просматривающих ваш профиль. Это «Вещерние факты» и мы продолжаем. Сегодня на нашем телеканале «Добрая среда» героя эфира «Кубань-24» трехлетний Владислав Ермаков из Новороссийска. У мальчика рак крови. Врачам удалось приостановить прогрессирующую болезнь, и чтобы недуг не вернулся, ребенку необходим дорогостоящий препарат. Шанс на полное выздоровление маленькому Владику может подарить каждый житель Кубани. Кто и парень так разложил вот эти? Не знаю, Владь. Наверное, девчонки. Пришли и разложили. Маленький Владислав Ермаков из Новороссийска родился совершенно здоровым. Радовал маму, познавал окружающий мир и очень любил ходить в детский сад. Беды ничто не предвещало, пока в сентябре прошлого года состояние трехлетнего Владика не стало резко ухудшаться. Сначала была температура. Далее начались боли в костях. То есть он жаловался на то, что болят ручки, ножки. У него началась анемия. Он был вялый, у него были синяки под глазами. Потом он даже перестал ходить. То есть он практически все время лежал. Уставал очень. У ребенка обнаружили цитомегаловирус. Простыми словами, обостренная форма вирусной инфекции. Владика лечили, но состояние ухудшалось не по дням, а по часам. Повторный анализ крови показал, что уровень лейкоцитов увеличился в 10 раз. Врачи поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Он плохо себя чувствовал, не ел, лежал практически всегда. Засыпал часов в 6 вечера, наверное, и до утра спал. Инфузия стояла у него практически круглосуточно. Не было времени даже думать иногда о том, что просто делал, выполнял свою задачу, помогал ребенку и все. Позади два курса химиотерапии. Маленькому Владику практически удалось победить болезнь. Привет. Привет. Не привет. Не привет. Что сегодня, хмурая погода на улице? Нет. А я тебя очень-очень люблю и очень тобой горжусь. На пути к выздоровлению один, но очень важный шаг. Чтобы рак не вернулся и не прогрессировал, мальчику необходим дорогостоящий препарат. Если этот препарат ребенок не получит, то прогнозы будут неблагоприятные, так как у него есть поломка хромосомная. Ему препарат очень этот нужен для спасения его жизни. На препарат нужно более 200 тысяч рублей. Вероника воспитывает сына одна, и таких денег у нее просто нет. Но зато есть надежда на помощь добрых людей. Найти лекарства, и все будет полностью позади для нас. Для меня это самое главное, чтобы мой ребенок был здоров. Помочь Владику может каждый и в любую минуту, если отправить смс на номер 7715 со словом «Счастье», а через пробел указав сумму. Можно сделать пожертвование и на сайте фонда «Край добра» в разделе «Я хочу помочь». Анна Клюева, Екатерина Гусева, КУМА-24, Краснодар. К другим новостям. Жители Новоминска помогли вернуть в станицу важную церковную святыню. Антиминс – это четырехугольный плат, который обычно лежит в алтаре на престоле. Без него невозможно проводить самое главное богослужение – литургию. Утерянный в советские годы антиминс всплыл в интернете, его выставили на продажу на одном из сайтов. Настоятель смог договориться об остановке торгов, в станице объявили сбор средств и святыню вернули домой. Для христиан святыня не имеет цены, в общем-то, она бесценна. Тем более, если принимать во внимание то, что этот антиминс, как оказалось, вшита частицей мощи святого рома апостольного великого князя Владимира. Антиминс с 1889 года находился в Вознесенской церкви, станице. Это доказывает надпись на самой святыне. В 1935-м церковь была разрушена, не осталось даже фотографий. Местные жители сохранили некоторые иконы и утвари. Потом их вернули в новый храм. Теперь здесь будут оберегать и возвращенный плат с мощами. Антиминс оказался в достаточно ветхом состоянии, поэтому его убрали в алтарь, но у верующих, как говорит настоятель, обязательно будет возможность поклониться частице мощей святого князя Владимира, крестителя Руси. И в завершении выпуска в Сочи в поисках имени приехал гренландский тюлень. На курорт обитатель арктических морей перебрался из Мурманска. В Мацестинском аквариуме для нового постояльца разработали сбалансированную диету. Она максимально приближена к питанию в естественной среде обитания. Обед строго по расписанию в меню сельдь и ментай, чтобы северный гость чувствовал себя в субтропиках. Как дома черноморскую воду охлаждают до 12 градусов. Нашему новому постояльцу мы предоставили самый просторный аквариум. Раньше здесь жил любимец всех наших посетителей, муж Гаврюша. Но год назад он уехал устраивать свою уличную жизнь в Китае. А это у нас самочка. Ей 4 года, она уже взрослый особь и весит 76 килограммов. Но тюленью есть куда расти. В природе млекопитающие этого вида достигают 120 килограммов. По сложившейся в аквариуме традиции прозвище животному дадут посетители. Обещают тюленью и трудоустройство, артистам шоу. Как только завершится процесс адаптации, его начнут тренировать. Продолжение следует...